В марте текущего года Комитет по молодежной политике Ростовской области совместно с экспертным советом провели конкурс среди муниципальных образований по развитию систем молодежных администраций. Участие приняли 20 городов, победителями стали 10. Азов не только вошел в десятку лучших, но и занял первое место. Суть этого конкурса заключалась в отборе 10 молодежных администраций, которые нуждаются в поддержке, нуждаются в развитии, и в том числе победила и администрация города Азова. Она заняла в этом конкурсе первое место, и поэтому мы приехали сюда. Мы обучаем в рамках этих выездов ребят, ребят, которые заинтересованы в развитии своего города, в особенности заинтересованы в развитии молодежной администрации. Даем им новые знания, те, которые пригодятся в продвижении молодежной администрации. Основные критерии для победы – содержание плана деятельности, полнота и качество правоустанавливающих документов, а также активное введение социальных сетей. В графике событий молодежной администрации Азова было представлено 70 мероприятий. За первый квартал проведено более 30 мероприятий, то есть это время с февраля по июнь, 30 мероприятий, где мы были организаторами, соорганизаторами и волонтерами. Из самых массовых здесь мы можем выделить спортивный фестиваль, который был в апреле, это приезд поезд Попеды в феврале, который длился два дня, где мы были активными волонтерами в этом мероприятии. Также это мероприятие «День семьи, любви и верности», это мероприятие «Ко дню молодежи», которое было в день города, мы проводили мероприятие УГДК. В принципе, это все из самых массовых. Мы, команда очень инициативных ребят, очень творческих, очень активных, подумали, что стоит принять участие в этом конкурсе. Тогда мы были действительно очень молоды, у нас не было такого огромного опыта, но мы приняли участие. И нас, как ребят с огромным количеством идей, с огромным количеством эмоционального запаса, все-таки выбрали победителями в нашем регионе, хотя конкурентов было очень много. Сегодня для активной молодежи нашего города прошла конференция с участием региональных спикеров, которые поделились своим опытом, оказали методическую и организационную помощь. Сегодня к нам приехали с обучающей программой. Здесь присутствуют представители школьного самоуправления, представители студенческого самоуправления. И вот ребята из области будут делиться с ними своими знаниями, своим опытом по созданию проектов, в целом по молодежному самоуправлению. Эта программа помогает не только вовлечь активную молодежь в процесс социально-экономического развития, но и в дальнейшем послужит своеобразным социальным лифтом в управленческой сфере, как внутри самого муниципалитета, так и за его пределами. Ольга Смона, Владимир Чекунов, Азов.Инфо